С правой стороны от меня находится Тамбов, а с левой уже Тамбовский район. А за моей спиной вы видите ужасную свалку. В этом месте она уже несколько лет. Но последние полтора месяца ни строительный мусор, ни обрезки от деревьев никто не убирает. Кто виноват и что делать, сегодня мы постараемся выяснить. Каждую весну одна и та же картина. Контейнерные площадки несут пакеты с листвой, сучки и прочий небытовой мусор, который обычно должны складировать в специальный контейнер. Правда, именно его нет. Есть простые баки, возле которых образовались завалы. Добраться до ёбкости, чтобы выбросить пакет с мусором, невозможно. Наступает март месяц, люди начинают выбрасывать мусор. И вот скапливаются вот такие горы мусора, и ни до кого не достучаться. И каждый год у них есть своя отговорка у компаний, которые вывозят мусор. В прошлом году они говорили о том, что мы вывозим мусор, пищевые отходы и то, что рядом, в полутора метрах от бака. В этом году они сказали, что только мусорные баки, они пищевые отходы вывозят. Всё остальное должен вывезти комсомольский сельсовет. Такие пейзажи можно увидеть во всём солнечном. Почти на каждом перекрёстке стоят контейнеры, которые почему-то никто не вывозит уже второй месяц. Помогают в кавычках и соседи. С улицы Селезнёвской, которая уже входит в состав города, весь свой мусор несут сюда, потому что у них нет своих контейнеров. Неудобно абсолютно. Всё завалено, приезжают, не убирают, забирают только баки. Остальное всё вот так вот раскирано. И подъехать, выкинуть нормально даже в бак мусор абсолютно невозможно. Как выяснилось, жители обращались и в компанию, которая вывозит контейнеры, и к главе сельсовета. Обращались в комсомольский сельсовет, на что нам сказали. Сейчас идёт судебная тяжба с компанией, которая должна вывозить этот мусор. Но от этого не легче жителям. Нам нужно, чтобы этого мусора не было, потому что, вы сами видите, сейчас пока влажная погода, но если начнётся сейчас потепление, вот этот пищевый отход, они начнут разлагаться. Чтобы прояснить ситуацию, мы сами отправились в комсомольский сельский совет, к которому относятся Солнечный. Его председатель объяснила, региональный оператор, который обслуживает район, закон не нарушал. Согласно документу, на всю территорию посёлка полагается только один контейнер для негабаритного мусора. Все ветки и строительные остатки, которые складируют возле площадок, организация может вывести, но за отдельную плату. Приняли решение, что мы в микрорайоне Солнечный, в микрорайоне Слобода, перейдём на бестарный способ вывоза бытового мусора. Ну, естественно, будет площадка для накопления крупнокабаритного мусора, определим мы её где. Вот сейчас депутатами сельского совета в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим, примем решение, доведём до населения и попробуем перейти на бестарный вывоз мусора. Горы мусора нам пообещали убрать в течение 10 дней. Правда, никто не может поручиться, что на прежних местах они не возникнут снова. Как рассказал нам председатель и жители, хлама на площадке добавляют горожане, которые должны вывозить мусор на большую свалку за чертой Тамбова, но по факту сваливают кучу возле контейнерных площадок. Как бороться с этой проблемой, пока не ясно. Дмитрий Шапкин, Станислав Попов, Александр Щеднов. Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok